Баня летом это особое время для восстановления и укрепления организма. Сегодня мы с вами поговорим о пяти причинах посещения бани летом. Ренат, наблюдается такая тенденция, что зимой гости гораздо чаще посещают баню, чем летом. С чем это может быть связано? Летний период, время отпусков, отдыха, у людей много своих дач, там свои бани, соответственно, поэтому без надобности, чтобы посещать какие-то в черте города банные комплексы. Но летом есть свои плюсы и большие плюсы для похождения в баню. Лето это идеальное время для закаливания. Есть же заблуждение, наверное, что зимой это максимальный контраст и именно там закаливание проходит лучше всего. Ну нет, летом, в принципе, когда для начинающих, то баню начинают посещать. Самое идеальное время для закаливания, потому что на улице тепло, баня тепло, соответственно, нет таких перепадов температурных, да, можно после посещения бани выйти на улицу, попить чай, да, то есть вот. Соответственно, в это время, да, рекомендуют, получается, вообще детей водить, начинать с 7-8 месяцев, да? Рина, сейчас очень часто жители города страдают аллергическими заболеваниями, и сами аллергики говорят, что баня помогает вывести аллергены из организма. Так ли это? Ну да, конечно, потому что, опять же, да, когда вы посещаете баню парную, у вас выводите все шлаки, аллергены, соответственно, выходят с организма. Вот, и, говорю, она помогает же закаливанию, плюс ко всему же аллергия, она же через дыхательные пути заходит. Вот, а баня, она помогает очистить и бронхи, и носовые пазухи. То есть период как раз-таки цветения, когда у людей очень высокий риск аллергии, баня даже полезна как для профилактики? Совершенно верно, да. Ну, баня в целом, она укрепляет организм. Опять же, летом солнце, то есть на улице постоянно жарко, и, соответственно, больше воды употребляете, и она застаивается в организме. Баня – это то место, где, получается, помогает вывести, да, вам без особого труда, да, лишнюю, там, воду из организма. То есть для девушек, которые не успели похудеть к лету и привести себя в идеальную форму, баня в июне – это как раз-таки тот способ, когда к июлю можно себя привести в порядок. Сопутствующие скрабирования также помогают, естественно, привести себя в порядок в бане, потому что кожа очень хорошо распаривается, раскрываются поры, и обмен веществ, вот внутренних, да, и внешней кожи. Они тоже начинают по-другому работать. И то, что когда там в дорогих спа-салонах также делают скрабирование, по сути, можно прийти в баню, распариться и самой нанести этот скраб. Все процедуры, там, ну, в принципе, стандартные для вас, да, для девушек, которые вы привыкли делать, это лучше всего делать там не в начале, в бане, не в середине, а именно уже после посещения парной. В завершение, да? Да, уже когда тело отдохнуло, маленько все, вы уже обмылись, естественно, и потом уже, да, нанести на себя там крема, молочко какое-нибудь там, как вы это все делаете. Да, мы так все и делаем. Баня, она снимает усталость при посещении бани, когда еще выполнение контрастов, соответственно, вырабатывается гормон счастья, который заряжает духом, энергией, бодростью, то есть, соответственно, ну, создает хорошее настроение. Когда идешь в баню, летом, кажется, что на улице жарко и в парную еще жарче, и от этого останавливает морально идти туда, кажется, что еще хуже будет, еще тяжелее будет, так ли это? Нет, хуже, тяжелее не будет, потому что, опять же, да, летом, посещая баню, организм, он начинает раскрываться, дышать, вот, и жара переносится легче. Я сейчас дам вам пару рекомендаций, можно пройти в баню. Сейчас мы начнем банные процедуры наши. Первое, что мы сейчас делаем, это примем легкий душ. Это чтобы смыть лишние ароматы, парфюмерную воду, косметику, чтобы тело уже было чистое, подготовленное к посещению парной. Перед тем, как начать парение, мы минуты 3-4 прогреваем организм, при невысоких температурах, где-то градусов 65. Ринат, ну мы сейчас с вами вышли из парной, на улице плюс 30, парной плюс 75, и мне сейчас гораздо легче, чем я была до этого на улице. То есть жара, которая сейчас на улице, для меня гораздо проще может перенестись. Я вам про что и говорил, что посещать эту баню, соответственно, потом, когда вы после посещения парной, вам более легче переносить уличную жару. Ну а сейчас мы с вами пойдем в парную, и после я вам расскажу свои ощущения о бане летом. Парение начинается с того, что мы сначала ознакомливаем тело с паром, нагоняем пар, потом мы начинаем ознакомление с вениками организма. Когда мы организм маленько разогрели, веники у нас прогрелись, и начинается основное парение с припарками. Это все делается по зону, начиная от пяточек, заканчивая пеной и лопатками. КОНЕЦ Баня летом – это особый вид искусства. Приходите в баню летом. Не прекращайте цикл парения после зимы. Здоровья вам и с легким паром! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ